Автомобили по улице Советской передвигаются со скоростью пешеходов. Сложно ехать быстрее, если проваливаешься в ямы то одним колесом, то другим. Напомним, фирма-подрядчик, которая в 2017-м выполняла ремонт на этом участке дороги, а также на улице Шестаковской и Вятском тракте, гарантийное обязательство не исполняет даже после соответствующего решения суда. Администрация города обратилась в региональное министерство транспорта. Область готова дать дополнительные средства на ремонт самых проблемных участков, так называемых армянских карт. Это часть Советской и Шестаковской улиц, которые нельзя объехать другим путем. На сегодня предварительное согласие Министерства транспорта о выделении средств на данные участки дорог у нас получено. Речь идет примерно о 18,5 миллионах рублей. Мы понимаем, что на улице Шестаковской нужно сперва решить проблему с водоотведением. Наши коммунальные службы работают над этим вопросом. Геодезическая съемка уже проведена. То есть там помнят люди, что была труба брошена, чтобы отвезти воду. То есть мы эти вопросы сейчас все прорабатываем, составляем дефектные ведомости на эти два участка дорог, которые наибольшее недовольство слабожан вызывают. Впереди составление сметы, экспертиза, аукцион, определение подрядчика. В период прохождения этих процедур благоустройство будет подсыпать яму щебнем. Другой подрядчик, строительное управление 43, свои гарантийные обязательства готов исполнять. Ремонт фирма произведет в конце мая-начале июня. То есть как только станут благоприятными погодные условия. Кроме того, без изменений остались планы администрации относительно участия в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Те улицы, за ремонт которых в прошлом году проголосовали слабожане, в этом году будут сделаны, несмотря на все финансовые сложности.